Она вся пузыристая, структура. Они поднимаются, хлопаются, вот эти все. Это вовсе не новая технология. Хлеб здесь выпекают по старинным рецептам, которые использовались еще на Руси. Настоятель прихода во имя Смоленской иконы Божьей Матери рассказывает. Сначала задумался о питании, своем и семьи, поэтому и решил заняться производством натурального продукта. Начинал я для себя дома сначала делать, а потом, как сказать, увидел, что в принципе приход, водку там руковожу, очень много стало людей, раков, больных. Я в прошлом году проводил 9 человек. Положительные люди. Казалось бы, какая причина? Причина в еде. Поэтому к еде я сейчас отношусь очень, как сказать, осторожно. Ту еду, которую продают. Поэтому то, что сделано своими руками, то оказывается полезным. Отец Владимир даже окончил специальные курсы. Сейчас он выпекает два вида хлеба – белый и ржаной. Чтобы разнообразить вкус, добавляют соло, тмин, орехи, изюм, курагу. Священник и прихожан этому делу научил. Наталья Веричева уже год как отказалась от магазинного хлеба. Ведь этот намного вкуснее, хранится дольше и на здоровье влияет хорошо. Хорошо влияет на кишечник, особенно вот этот бородинский хлеб. Он очень хорошо влияет. Потом у нас здесь идет кедр. Он как бы силы дает, витамины дает. Питательный хлеб, белый, сама мука по себе в белом хлебе идет питательная, калорийная. И нету прибавления веса. Во-первых, бездрожжевой хлеб. Нет никаких добавок. Мы что в магазине едим? Дрожжи, которые непонятно с чего делают. Всякие добавки. А здесь чистый продукт. Чтобы хлеб получился действительно вкусным и полезным, важно строго соблюдать технологию. Начиная с правильно выращенного зерна и заканчивая температурным режимом при выпекании. Чтобы потом хлеб получился пластичным и ароматом. Вот его тискают от 4 до 6 раз. Минут через 40-45, через час можно. То есть с белым хвозди больше, чем с жены. Кстати, горячий хлеб есть не рекомендуется. Ему нужно обязательно дать остыть. Иначе процессы ферментации не успевают завершиться. А значит исчезнут и полезные свойства. По полбуханки хлеба, обычного хлеба, который мы съедали, а сейчас по два кусочка. Понимаете? Когда первый раз я два каравая испек, я думаю, о, сейчас мы наедимся. Мы четвертушку отрезали от каравая, мы семью ее кое-как съели. Я решил один каравай раздать. Помимо хлеба отец Владимир сам делает и консервы, и колбасу. Но это только для домашних. Сейчас он собирается расширять пекарню, чтобы выпечки хватало не только прихожанам. И вкусный хлеб могли купить все желающие.